МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте с обзором основных событий в студии Иван Никонов. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев совместно с полномочным представителем президента по Северо-Западному федеральному округу Александром Бегловым провели совещание в столице Ненинского автономного округа. Тема встречи «Национальная безопасность в регионах Северо-Запада» к обсуждению присоединились главы всех 11 субъектов округа и руководители федеральных ведомств. Перед встречей Николая Патрушева и Александра Беглова познакомились с национальной культурой и традиционным бытом коренного населения. Гостям также показали выставку фотографий самых красивых мест Заполярного района. Совещание секретарь безопасности России начал с доклада о результатах исполнения решений, которые были приняты в ходе аналогичной встречи прошлого года, которая состоялась в Санкт-Петербурге. Тогда Николай Патрушев дал несколько поручений, касающихся продовольственной безопасности на территории Северо-Запада. За это время в регионах удалось усилить контроль за продовольством сырья и продуктов питания, а также эпидемиологической ситуации. Кроме того, по словам Патрушева, в субъектах округа отлично себя зарекомендовала работа оперативных штабов, которые на местах исполнили задачи сбалансированности продовольственных рынков и необоснованного завышения цен на социально значимые продукты питания. Темы сегодняшней встречи не менее актуальны. Это антитеррористическая защищенность государства с учетом сохранившихся угроз. В качестве положительных примеров секретарь Совета безопасности отметил уровень организации проведения чемпионата мира по футболу. Кроме того, Николай Патрушев оценил работу конкретно в двух северных регионах России. Еще одним хорошим примером могут служить принятые в Мурманской области и Ненецком автономном округе меры по повышению уровня безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, входящих в арктическую зону Российской Федерации. При этом надо усилить контроль за реализацией установленных в соответствии с федеральными законами о противодействии терроризму, о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, о транспортной безопасности, требований к антитеррористической защищенности объектов и территории различных форм собственности и сфер деятельности. Поручив губернаторам регионов федерального округа еще раз проверить антитеррористическую обстановку на местах, Николай Патрушев посоветовал обратить особое внимание на объекты жизнеобеспечения и социальные учреждения, в том числе на более тщательную подготовку персонала. Второй вопрос повестки совещания касается экологической безопасности и декриминализации сферы обращения с отходами в регионах. В северной части России в первую очередь актуальна проблема накопленного металлолома, который оставлен здесь еще с советских времен. Кроме того, хрупкость за полярной природой угрожает и деятельность нефтедобывающих компаний, а ресурсы полигонов твердых бытовых отходов в субъектах северо-запада, по словам Патрушева, использованы более чем на 90%. Руководителям субъектов федерации необходимо организовать эффективную реализацию региональных программ, направленных на развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечить их финансированием, дополнительно проработать вопросы строительства мощностей по переработке отходов, включая механизмы стимулирования переработки и обезвреживания отходов. Следующим словом взял полномочный представитель президента России по северо-западному федеральному округу Александр Беглов. Он, в свою очередь, отметил, что самостоятельно регионам все озвученные проблемы не решить. В этих направлениях требуется помощь правительства. Это наша с вами земля. У нас есть с вами все необходимые полномочия в этом отношении. Нужно только принять озверин побольше в этом вопросе и работать пожестче, вот как, допустим, в Юградской области. Совместно с органами местного самоуправления надлежит провести инвентаризацию имеющихся в регионах объектов, накопление вреда, а также обеспечить их скорейшую ликвидацию. Главам субъектов рекомендовано привлекать к этой работе общественность и максимально использовать современные площадки. Например, эффективной названа программа ОНФ «Карта несанкционированных свалок». По итогам совещания участники составят резолюцию, которую позже представят Владимиру Путину. Напомню, именно по его поручению секретарь Совета безопасности России проводит подобные встречи в регионах страны. Приемные семьи Ненецкого округа смогут использовать единовременное денежное пособие в размере 500 тысяч рублей на приобретение товаров длительного пользования, оплату ремонта жилых помещений и на компенсацию санаторно-курортного лечения, а также на проезд к месту отдыха и лечения. Такие изменения предлагается внести в окружной закон о поддержке детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Необходимость внесения изменений в окружной закон показал анализ использования единовременного пособия в размере 500 тысяч рублей приемными семьями. На сегодняшний день средства используются не в полном объеме, так как в основном жилье у приемных семей имеется. Не все дети нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи, да и до получения ими образования, как правило, еще далеко. Мы неоднократно с семьями, которые установили детей, встречались, рассматривали предложение по расширению цели использования этих средств, в связи с чем был подготовлен данный проект и предлагается направлять средства на приобретение товаров длительного пользования, оплату текущего ремонта жилого помещения и компенсацию стоимости санаторно-курортного лечения, а также проездочного семей к месту отдыха и санаторно-курортного отдыха и обратно. И установить зависимость получения данных мер от решения жилищной проблемы. То есть, если обеспечено семье 9 и более квадратных метров, то тогда можно использовать средства на эти цели. В этом году на эти цели потребуется порядка 2 миллионов рублей. Руководитель профильного департамента также предложил внести еще одно изменение в данный законопроект. Предлагается устранить пробел, который у нас, к сожалению, существовал в законе. Это когда семьи, которые усыновили детей, возвращают их обратно в детский дом. Законом не предусмотрено прекращение выхода этих пособий. Предлагается это основание установить. Кроме этого, на заседании рассмотрели проект закона, касающийся расселения граждан из помещений, признанных аварийными, и наделения органов местного самоуправления отдельными полномочиями. В целях создания дополнительных механизмов этот закон был разработан достаточно давно, но администрация была направлена на дополнение и доработку. По замечаниям проведена доработка, согласование получено в том числе и собрание депутатов Нинецкого автономного округа, счетные палаты и всех заинтересованных органов государственной власти. Уточнено наименование проекта, дополнено порядок наделения органов местного самоуправления отдельными госполномочиями. И уточнена стоимость квадратного метра, по которой выкупается это, с учетом межквартальных изменений стоимости квадратного метра. Глава региона Александр Цибульский обновленный проект закона поддержал. Валентина Саутина также представила проект постановления о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта. Представленным проектом предлагается исключить шесть многоквартирных домов. Это один дом, который признан аварийным 27 июля 2018 года. Это рабочие 20 в городе, на Ринмаре. И пять домов, которые построены до 1991 года. Это дома каркасного типа в поселке Искатели, по улице Молодежная и Геофизика. Все согласования с окружными ведомствами департаментом получены. Далее согласованные на заседание документы будут внесены на рассмотрение депутатского корпуса. Александр Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. ГТРК «Поморье» и РУСФОНД продолжают совместную акцию по сбору средств на лечение Максима Зевакина из поселка Красное. Принять участие в судьбе больного ребенка можно прямо сейчас. Для этого достаточно отправить сколько угодно СМС-сообщений со словом «Дети» на номер 5542. Подробнее о проблеме мальчика и о том, как ему помочь в нашем следующем сюжете. Он грезит футболом и мечтает играть за ЦСКА. Максим Зевакин на первый взгляд кажется обычным десятилетним парнем. Он тренируется наравне со всеми и отрабатывает технику владения мячом. Сразу и не скажешь, что Максим инвалид. Его правая рука практически не двигается. Впрочем, даже этот факт не мешает маленькому спортсмену идти к своей цели. Не помет, не мешает, только работают, только ноги. А еще Максим любит рыбалку и неплохо разбирается в технике. Да и в школе учится хорошо. И это несмотря на то, что он только недавно научился приподнимать руку вверх и захватывать кистью предметы. Инвалидность мальчик получил еще в младенчестве. На седьмые сутки жизни Максиму поставили диагноз перелом левой лучевой кости и акушерский паралич правой руки. Лечили консервативно массаж магнит-электрофорез. Домой Максима выписали через месяц без рекомендаций. Про акушерский паралич сказали – это не лечится. Крупный плод был, родовая травма шейного отдела позвоночника. Был перелом плечевой кости со смещением левой ручки и рыба справой. И очень надеются на ту операцию, что будет лучше. Потому что рука не поднимается вверх, отвести он ее не может в сторону. Приходится, бывает, даже и помогать, где-то одеться. Тоже рубаху, пуговицу стегнуть, куртку. Сначала одеваем пораженную руку, затем здоровую. Дальше годы стандартного лечения. Приглашали домой массажиста, занимались лечебной физкультурой. Татьяна уже потеряла надежду на то, что ее сын сможет полноценно двигать правой рукой. О ярославском микрохирурге Михаиле Новикове женщина узнала совершенно случайно. Искала в интернете новые методы лечения и упражнения и наткнулась на информацию. Написала в клинику, Максима пригласили на консультацию. После личного осмотра и обследования доктор Новиков сказал, мальчику можно помочь, но нужна дорогостоящая операция. И наше лечение будет состоять в том, что мы будем хирургически улучшать баланс за счет перемещения мышц. И также мы будем работать не только на мышцах, но и на костях. И в таких поздних случаях не исключено, что нам придется делать и остатомирационную плечевой кости. Именно потому, что это ребенок уже с последствиями, отчасти выросший. И вот эти изменения, они уже коснулись его костей. Стоимость лечения 813 750 рублей. Читатели газеты «Коммерсанты» и сайта «Русфонд» соберут 790 750 рублей. Не хватает лишь 23 тысячи. Для многодетной семьи сумма неподъемная. Устроить детей, зарплаты маленькие. Нам-то нереально самим собрать такую сумму. Помочь Максиму может каждый из нас. Нужно лишь отправить на короткий номер 5542 смс со словом «Дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. Кроме того, у «Русфонда» есть и мобильное приложение, где также можно перевести пожертвования. Татьяна и ее дружная семья верят, что деньги на операцию соберут. И Максим начнет полноценно жить и непременно станет профессиональным футболистом. Алина Волчейская, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Передвижной отряд Центральной районной поликлиники возобновил работу после летних каникул. Накануне мобильная бригада врачей вернулась из западных поселений региона. В первой половине сентября медики обследовали более 500 жителей Пешского сельсовета. Бригада работала в Волонге, Белушье, Влоковой, а также Верхней и Нижней Пеше. В состав передвижного отряда вошли психиатр-нарколог, офтальмолог, оттоларинголог, гинеколог, педиатр, невролог, стоматолог, терапевт, хирург, а также специалисты передвижной лаборатории и флюорографического отряда. По итогам работы мобильной медицинской бригады и передвижного флюоротряда обследования, диспансеризацию, медосмотр или отдельные консультации узких специалистов прошли 568 жителей Ненецкого округа. С 22 по 29 сентября передвижной медицинский десант обследует население Тиманского сельсовета, поселки Индига и Ваучейский. В октябре медики отправятся в поселок Варнак, а также в Амдрому, в ноябре в арктический поселок Устькара. В декабре в течение двух недель врачи передвижного отряда в составе Красного чума обследуют население Харивера, в том числе оленеводов, кочующих в районе этого поселения. Центр занятости подвел итоги кампании по трудоустройству подростков в 2018 году. Работу получили более 1200 человек, 275 из которых трудились на селе. Подростки были трудоустроены в основном на временных сезонных работах. Уборка улиц, газонов и тротуаров, высадка цветов. Кроме того, подростков привлекли и на офисную работу, делопроизводство и формирование архивов, а также на подсобные и хозяйственные работы. В столице округа и поселке Искателей наибольшее количество договоров заключено с учреждениями «Глобус», «Авторынок», «Чистый город», «Комбинат по логоустройству поселка Искателей», «Наринмар-Доримстрой», «Наринмарский объединенный авиатряд», «Ненецкая окружная больница» и «Окружной противотуберкулезный диспансер». Всего с начала года было заключено 127 договоров с 83 работодателями округа на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Кроме того, за летний период на работу в округе вышли 55 студентов. 40 из них трудились в организациях «Наринмара». Всего центром занятости заключено более 20 договоров с 17 работодателями. Студентов оформляли дорожными и подсобными рабочими, уборщиками производственных помещений, помощниками специалистов по связям с общественностью и рекламе, продавцами. Себя показать и на других посмотреть. Скейтбордисты из «Наринмара» впервые отправились в Москву на всероссийские соревнования. Участников из округа определили состязанием, которые состоялись на прошлой неделе в столице региона при поддержке Федерации скейтбординга России. Артем Канев занимается скейтбордингом 4 года. Серьезно тренироваться начал с открытием в «Наринмаре» специальной площадки. Путевку на соревнования в Москву получил благодаря победе на региональных состязаниях, которые проходили в «Наринмаре» на прошлой неделе. Еду туда посмотреть на то, к чему надо стремиться. Потому что уровень намного больше, чем «Наринмаре», намного выше, чем «Наринмаре» уровень. Так что еду туда пока за эмоциями. Но участвовать тоже буду, буду стараться. Что смогу, то покажу. Вместе с Артемом Каневым в Москву отправятся еще двое скейтбордистов. Среди них одна девушка – Арина Долгина. Она занимается этим видом спорта второй год. Говорит, попробовать свои силы на профессиональном уровне стоит, даже несмотря на небольшой опыт. Это такой уровень, как бы там будут такие люди посмотреть, как катаются, набраться опыта. Ну и поучаствовать тоже, разумеется, почувствовать, как это. Как считает директор Центра региональной политики Даниил Исполинов, главное для ребят на этих соревнованиях – показать себя и обменяться опытом со спортсменами из разных уголков страны. На сегодняшний день у нас скейтбординг – это достаточно динамично развивающийся вид спорта. И здесь, поэтому сейчас у всех ребят достаточно молодых и из регионов есть возможность буквально за 2-3 года зайти на пьедестал, чего сложно было бы добиться, допустим, в фигурном катании или в гимнастике, где требуется десятилетие тренировок, длительные годы тренировок. Соревнования будут проходить 22 сентября. До них у участников будет время потренироваться с профессиональными спортсменами. Кроме этого, Федерация скейтбординга России организует для ребят и культурную программу. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». И на этом все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте. Адрес trksever.ru Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин